Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Привет! Довольно часто мне мои дистрибьюторы, партнеры говорят, что вот многие люди не хотят записываться в их бизнес. Они разговаривают. Вы говорите, Олег Григорьевич, что надо разговаривать со знакомыми людьми. С людьми, которых вы знаете, которым доверяете, которые входят в круг вашего общения уже давно, и с которыми можно спокойно разговаривать. Только вот многие из них говорят, что не хотят. Не хотят почему-то. И как я не действую, как я их не приглашаю, как бы я ни убеждал их в том, что у нас такое замечательное, выгодное предложение для них в бизнес, они не хотят. Да, действительно, надо иметь в виду, просто надо иметь в виду, если мы профессиональные люди, если мы занимаемся серьезными вещами, если мы строим бизнес, а это значит, что мы профессионально отбираем, 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 отсортировываем людей, то мы должны хорошо себе представлять, что если ты отсортировываешь, то ты понимаешь, среди толковых, среди нормальных людей могут попадаться такие, которые просто изначально не подходят. И поэтому, если вы их отсортировали, если вы не тратите на них время, никого не убеждаете, не заставляете, не понукаете, и не пытаетесь каким-то образом вдохновить, то тогда вы действительно делаете свою работу профессионально. Но одни люди не могут начать этот бизнес ни при каких обстоятельствах, потому что у них серьезная проблема в голове. Даже если вы их раскачаете, даже в том смысле, что ты представь, как может выглядеть твой бизнес, ты будешь иметь машину, ты начнешь зарабатывать деньги, купишь себе дом, начнешь путешествовать, оденешь свою жену в красивые наряды, дети будут гордиться тобой, потому что они будут учиться в дорогих престижных вузах, глазки загораются, но потом начинают появляться контраргументы. Да нахрена мне этот дом, за него платить столько налогов, а машина дорогущая, это сколько запчастей надо покупать, и бензин, наверное, жрет, и так далее, и так далее, это без конца будет. Вы знаете почему? Потому что вот таких людей, их просто трудно переделать уже. Им так промыли мозги, вся вот эта наша пропаганда и система жизни, что они мыслят своими доходами. Они просто мыслят своими доходами. Я говорю, а зачем ты едешь на этой шестерке? Лада, имеется в виду, вот эта старая. Он говорит, а вот на этой Ауди знаешь, какой расход бензина? Он в голову не может вместить, что он может начать зарабатывать деньги. Он не хочет выходить за рамки привычного. Он не может себе представить, что ему теперь надо начать делать что-то другое, чтобы увеличить свои доходы, чтобы достичь своих мечтей. Лучше мечты похоронить, чем доходы. Вот я нарисовал картинку такую, вот смотрите. Вот два круга. Это вот мечты. Машина, дом, шуба для жены, путешествия и так далее. Мечты. А вот это доходы. Так вот, чтобы начать получать мечты, достигать их, надо же увеличить круг доходов. А это ж трудиться, а это ж пахать. Да хрен с ними, с шубами, с часами, с драгоценностями, со свободой и так далее. Лучше привычно оставлю все как есть. Люди просто не готовы функционировать больше, чем они привыкли. И это не подлежит, во всяком случае, в ближайшие годы и переделыванию. Этих людей трудно переделать, перековать. Это психологи пусть годами занимаются, чтобы их перепрограммировать. А наша работа отбирать тех, которые нам подходят. Так что пусть они остаются там, где они есть. Следующая категория людей, это есть люди, которые вечно недовольны. Они насторожены, недовольны, они во всем видят подход, подвох. Они скептики, они рассуждают так. Ты им говоришь, компания, которая называется, в которой я работаю там, есть возможность заработать, потому что это компания, потому что. А он сидит и думает, ага, знаем мы тебя. Я заранее знаю, что такие, как ты, обязательно пришли для того, чтобы меня облапошить. Вынуть мои деньги из кармана. Сколько, говоришь, ты стоишь в ход? Ну, конечно, понятно. Я сейчас тебе отдам деньги, ты потом сбежишь, где я тебя буду искать. Ты ему говоришь, что вот есть аукцион, действуют по обратному принципу. И люди, вот этот и вот этот, вот смотри, вот факты. Они купили эти вещи дорогущие по мизерной цене. Смотри, как это здорово. Да, знаю я эти все обратные аукционы. Это филькина грамота. Естественно, естественно, я отдам туда свои деньги и никогда ничего не увижу, потому что это все, все это в интернете тут же булькнется, и потом я где найду. А потом, как я получу по почте. А потом, а сколько ж меня дерут на таможне. А когда ты ему пытаешься объяснить, что бы ты ни говорил, он все равно настроен негативно. Он все равно скептик, он все равно, он все равно обливает тебя сарказмом, ядом, ехидством. Он зажимает кулаки, зажимает себе руки, скрещивает ноги, он зажат, он закован, он защищается. И какой рецепт? Как только ты встретил такого человека и понял, что это из той категории, дуй от него как можно дальше. Именно эти люди, когда они сталкиваются с нами, с позитивными, с умными, серьезными людьми, которые делают им хорошее предложение, они нас отталкивают от себя и остаются. С кем они остаются? Вот с такими ханегами, которые действительно их и проводят. Вокруг пальцы обводят, и они остаются на бабах и получают подтверждение, что да, действительно, вокруг мир опасен, коварен, и все хотят их обмануть. Еще одна категория людей, это умники, которые знают все. Что бы ты ни начал говорить, он тебя перебивает и начинает рассказывать, как он это уже слышал, как он это уже знает, как он это уже читал, как это им все известно, как это он уже проходил, как это уже все давно, да ладно, мне рассказывать, да, да, я знаю, да, я, ты еще под стол ходил, я уже компьютер разбирал, ты еще, ты, а я уже, да, я уже, да, дай, дай, дай. Самое страшное дело, их профессоры называют, бежать от таких еще дальше. Ну и, наконец, самая, самая страшная и самая опасная, на мой взгляд, категория людей, потому что она обманчивая, она обманчивая. Она создает иллюзию, что ты столкнулся, встретился с человеком, который, ого, ого, сейчас каких дел наворочит. И ты тратишь на него время, потому что ловушка здесь такая невидимая, замаскированная. Ты попал на человека, и он говорит, да что, теперь все, все, я все понял, послушай меня. И он не дослушивает твое предложение, он перехватывает инициативу, его не интересуют детали, его не интересует суть, его не интересует, как он будет зарабатывать. Он только услышал предложение, и он начинает рассказывать о том, какой он герой, какой он великий, какой он талантливый, какие у него связи, сколько у него денег, сколько он сейчас тут наворочит всего, и как он мы... Он говорит, да я тебя обогатю, я тебя обогатю, говорит он, я тебя обогатю. Мы будем продавать это тоннами, мы будем продвигать это, да, у меня все схвачено. И он начинает рассказывать, как в 1900 каком-то году, если бы не то, он бы уже давно, а так-то у него связи. Он знает министра обороны, он знаком с таким, он с этим знаком, он туда поедет, он сейчас все сделает. И конца и края этому одушевляющему, на первый взгляд, разговору нет. И ты поддаешься, и ты начинаешь верить, ты начинаешь думать, боже мой, действительно, вот это да, вот это я нашел человека, вот это да. Но на самом деле, в его цели входит вовсе не сделать бизнес. У него нет в голове мысли даже о том, чтобы сейчас засучив рукава, начать работать. Ему важно сейчас показать тебе, какой он огромный, великий, талантливый, гениальный, какой он герой Советского Союза, и как далеко вы с ним уйдете, благодаря его талантам. От таких людей нужно бежать как можно дальше, потому что они выедут все твое время, выедят. Они вынут душу из тебя, они будут часами рассказывать о своем величии, о своем таланте, о своих геройских поступках. О гигантских связях, о потенциале своем. Но они будут сидеть в разорванных башмаках, они будут без копейки денег, они никогда ничего не сделают. Они только способны хвастаться и пожирать твое время. Если ты профессионал, ты знаешь, что есть такие категории людей, и как только с ними встречаешься, просто говори до свидания и иди дальше. Не переубеждай, не уговаривай, не расстраивайся. Знай, ты профессиональный человек, твоя задача сортировать людей. Сортировать, не убеждать, не перепрограммировать, не воспитывать, а переотбирать, отбирать, отбирать. Найдя новых, хороших, толковых, помогать им, обыкновенным, простым людям. Удачи!